Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. На какую бесплатную помощь могут рассчитывать бездомные и социально незащищенные люди? Кто им поможет восстановить свой статус, социальные родственные связи и трудовые навыки? В нашей студии директор благотворительного фонда «Перспектива» Анна Дорофеева. Ваши вопросы задавайте по телефону 202-11-22. И если вам близка эта тема, то откликайтесь, звоните. Здравствуйте, Анна Вячеславовна. Скажите, пожалуйста, что представляет из себя ваш фонд сегодня? Что это за организация? Ну, это некоммерческая организация, которая занимается помощью людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. людям, которые перешагнули где-то, может быть, за черту бедности, за черту, за которой трудно восстановиться. Жизнь – это бездомные, это люди зависимые. В общем, такая вот сложная категория граждан. Понятно. Категория граждан, понятно. Мы определились. А сотрудники и база, при помощи которой вы можете оказать какую-то помощь этим людям, какая у вас? Что у вас есть на сегодняшний день? У нас штатных сотрудников немного. Это директор, главный бухгалтер, водитель. И у нас есть по договору найма работает юрист, психолог. И у нас достаточно много добровольцев, которые, в общем-то, на их плечах лежит, я бы сказала, основная вот часть работы. Они везут на себя просто герои. Вот хочу поблагодарить их сейчас. Ну, сегодня развита, да, вот такая тенденция. Добровольческое движение, волонтерское развивается. У нас есть много неравнодушных людей. А скажите, пожалуйста, вот эти люди, вот эта категория, с которой вы занимаетесь, их много? Может быть, как вот нам понять, много таких людей в нашем городе или даже по области? У вас есть какая-то такая статистика, может, в процентном отношении, чтобы определиться? Потому что мы их видим иногда, да, на улицах, еще где-то. А как понять? Ну, официальной статистики, к сожалению, нет, потому что сложно вести учет этих людей. Они как-то, в общем-то, редко доходят до тех структур, которые занимаются вот переписью и учетом. Но по разным предположениям, вообще в населении от 5 до 10% населения города – это люди, которые в таких проблемах. И наш город не исключение. Наш город не исключение. Скажите, а как вы тогда их находите? Потому что вы говорите, что они до каких-то инстанций, им сложно дойти, да? В силу каких-то причин абсолютно разных. А вы их, получается, специально ищете и предлагаете им помощь? Или они сами к вам все-таки доходят и обращаются? Ну, по-разному. И мы их ищем, и они к нам обращаются. Но в основном мы рекламу о фонде даем очень редко. В основном это сарафанное радио или где-то уже в каких-то организациях, в каких-то структурах, которые знают нас давно, что мы работаем с такими людьми, они к нам направляют. А как, вот есть ли люди, которые знают о существовании таких вот людей, бездомных, допустим, и могут вам сообщить? Куда вам можно сообщить? Они могут сообщить нам, позвонив по телефону 271-2199, нашему социальному менеджеру, сказать об этой проблеме. И, в общем-то, там запишут информацию, и обязательно мы постараемся отреагировать. Вот если реагировать, то, получается, вам и машины нужны, транспорт, да? Есть у вас такое? Да, у нас есть транспорт, у нас в основном этим добровольцы занимаются. Они очень работают активно, и приезжают, общаются. Потому что на сегодняшний день большая часть этих добровольцев это люди, которые, они, в общем-то, прошли через наши руки. Они сами получили эту помощь, и они мотивированы, да, чтобы эту помощь оказывать другим людям. Понятно, потому что вот вы говорите, а мне кажется, вот так подъедет человек, да, просто вот скажет, так, сейчас мы вами займемся, у вас вот такой вид, такое положение, мы видим, что вам плохо, давайте поедем, мы вам все организуем. И не каждый, наверное, да, поедет из каких-то опасений, из-за нежеланий. Вот бывают такие случаи, когда от такой помощи отказываются, собственно говоря. Конечно, конечно, зачастую отказываются. Или бывает, что соглашаются, садятся уже в машину, на полпути могут выйти и сказать, там, я вот что-то забыл там где-то, и мне нужно сделать, и я пошел. Ну, что делать? Ну, как правило, эти люди опять, они где-то встречаются, опять с ними общаются. Ну, я говорю, это работа добровольцев. Добровольцев много, они у нас и живут в разных концах города, и работают, и они когда ходят, в основном это бездомные, они на остановках, да, в таких вот людных местах, где рынки, они там собирают еду, которая остается в конце дня, и их видно. Да, понятно. Каждый может увидеть, что это человек, который нуждается в помощи. Я напомню нашим телезрителям, что сегодня у нас тема благотворительности, помощи именно бездомным людям, как мы их называем, и людям, которые страдают какой-то зависимостью, наркозависимостью и алкогольной. К нам уже поступают первые вопросы, звоните, еще есть время. Надежда Дмитриевна интересуется, какое у вас вероисповедание, лично у вас? Ну, как бы я не говорю о своем вероисповедании. Я думаю, что это достаточно интимный вопрос, какое у меня вероисповедание. Но мы часто встречаемся с таким вопросом, там, ну, ваш фонд, вот вы какой-то принадлежите какой-то конфессии. Мы не религиозная организация, мы не принадлежим никакой конфессии, у нас некоммерческая организация. А если церковь, допустим, православная может вам предложить какую-то помощь, да, у них есть какая-то возможность, вы же будете сотрудничать? Нам помогает православная церковь, конечно. То есть вы все равно... Мы помощь принимаем. Мы принимаем помощь и от людей вне зависимости от их вероисповедания. Когда человек нам оказывает помощь, мы тоже как бы не спрашиваем, какого он вероисповедания. Да, здесь нужно быть, наверное, даже как-то выше таких вопросов. Мы принимаем помощь, потому что мы нуждаемся буквально во всем, от гвоздя до самолет. Вот вы сказали от гвоздя до самолет, а если говорить конкретнее, вот в чем у вас такая необходимость самая? Ну, у нас очень острая необходимость всегда это мужская одежда, потому что в основном бездомные это мужчины, и в женской одежде, с женской одеждой нет проблем, потому что женщины гардероб меняют часто, и нам зачастую отдают уже вещи такие ношеные, ну, в приличном состоянии. Кстати, вот, пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех наших благотворителей, которые нам помогают. Мы без вас просто бы вот не смогли бы ничего сделать. То есть мужская одежда нам нужна? Ну, мужская, принимайте все равно. Да, приличную такую одежду, которую еще можно надеть. Иногда, конечно, приносят такую одежду, которую нельзя надеть, но думая, что у нас люди бездомные, им как бы и это пойдет. Но я могу сказать, что мы, наоборот, их мотивируем к тому, чтобы они хорошо выглядели, чтобы они следили за собой, чтобы они были хорошо одеты. Скажите, пожалуйста, отношение вот к таким людям, бездомным, бомжам, меняется? Потому что вот если сравнивать с отношением к инвалидам, да, оно в последнее время изменилось. Потому что раньше мы инвалидов не замечали, да. Но такая пошла работа, активная очень, вот по реабилитации, введению в нормальный социум, да, вот как-то вот. И к инвалидам стали по-другому относиться. А вот к этой категории людей меняется отношение или нет? Как люди к ним относятся? Вот такое впечатление, не знаю, может быть ошибочное, но, скорее всего, брезгливое и игнорирующее. Или нет? Или все-таки люди им помогают? Ну, я встречаюсь с разным отношением к бездомным. Кто-то, например, вообще об этой проблеме мало слышал. Они бездомные, но как это люди с другой планеты. Они вообще слабо представляют, что это такое, и как бы и не касаются. Есть люди, которые, вот я наблюдала на остановке, проходят, сидят бездомные и очень часто жертвуют деньги. Просто просят и отдают. Люди отдают не три копейки. Я смотрела, бумажные деньги. То есть хотят помогать, все-таки понимают, что человек не должен жить на улице. Мы страдаем бездомным собакам, кошкам. А тем более, когда человек живет без дома, это вообще, ну, аномальное, ненормальное явление. И этого не дало я, по моему мнению, этого не должно происходить. И если мы можем на сегодняшний день чем-то помочь этим людям и как-то с улицы их забрать и вернуть их в социум, то это было бы очень хорошо. Да. Ну, вот, знаете, складывается двойственное такое отношение и к пожертвованию таким. Некоторые считают, что этих людей специально куда-то сажают, они на кого-то работают, собирают деньги. Или вот прямо получили деньги и сейчас побежали их пропивать или еще что-то там плохое делать. Вот вы сталкиваетесь с таким тоже? С тем, что люди работают на кого-то бездомное? Да. Или надо все-таки? Нет, очень редко, очень редко. В основном, это люди, которые ни на кого не работают, потому что они не в состоянии ни на кого работать. И вот даже вот в таком положении, как бы в зависимом от обстоятельств, они не в состоянии. Они очень часто собирают, но собирают опять на то, чтобы пропить зачастую. Вот, да. А люди вот не хотят и подавать, давать деньги, потому что скажут, ну вот он опять пропьет. Это правильная позиция или нет? Или лучше все-таки дать денег? Ну, я не могу сказать. Мне кажется, когда человек отдает деньги, он это делает, может быть, не только для этого человека. А для себя тоже. Он это делает еще и для себя, потому что развивается его отношение, его сострадание, его доверие к этому человеку. Желание помочь. Желание помочь. И я думаю, что неплохо и то, и другое, но, может быть, лучше не денег дать, а, может быть, лучше какие-то продукты купить, одежду какую-то дать. Тогда уже точно будете знать, что не подтолкнете к чему-то плохому этому человеку. Скажите, пожалуйста, чем вы можете ваш фонд помочь? Вот чем вы занимаетесь? Там горячее питание, ночлег или что? Что могут получить вот такие люди от вас? Ну, на сегодняшний день мы организовываем точки горячего уличного питания в Кировском районе. У нас уже там обозначены места горячего питания. Это можно даже там адрес назвать. Может быть, кто-то захочет, увидит бездомного, направить. Потому что эти точки уличного горячего питания в основном – это как раз вот места контакта, где мы с ними соприкасаемся. Да, и они могут прийти. Они есть сегодня определены, эти точки уже, да? Да, эти точки, они практически определены. Ну, это на Металлургов 79, Ташкентская 92 в Кировском районе. Проходят понедельник и пятница в 12 часов. Уличное кормление. И люди уже знают и подходят туда, да? Ну, пока еще, ну, как бы не очень хорошо знают, что именно вот горячее питание. Потому что мы в тех районах проводили другие акции на корме голодного. Но это в основном были продуктовые наборы. Это не было горячее питание. А горячее питание мы сможем сейчас реализовать благодаря вот проекту, который мы выиграли в этом году от организации президентскому гранту. Так, ну, к гранту мы еще вернемся. А в горячее питание вот меня сначала интересует, что входит в это питание. И как вы проверяете, ну, как, вернее, любой желающий подойдет, и вы не будете смотреть на его внешний вид, статус и так далее. Если попросят есть, вы будете, то есть, давать всем питание, да? Вот как с этим разобраться? Ну, просто... У вас какие правила? Нет, ну, бездомного человека, во-первых, его видно. Ему не нужно объяснять, что он бездомный. Но я могу сказать, что люди, которые, может быть, у них есть дом, но они оказались в какой-то трудной жизненной ситуации, они тоже могут прийти и получить горячее питание. Но мы для таких людей, мы просим, чтобы давали рекомендации председатели ТОС, потому что они знают всех своих малоимущих таких сложных людей на своем участке. И они дают рекомендации. Такие люди тоже могут через председатели ТОС обратиться и получить вот как бы рекомендацию от них на вот такое питание. Но человек нормальный, он, в общем-то, и не пойдет, потому что в такое общество ему... Ну, вы же не придете там, вот едят где-то, да, бомжи стоят. И вот вы проголодались, вы просто так не придете. Понятно, понятно. То есть если человек уже пришел туда, то, значит, ему уже совсем туго. Понятно, да. А кроме питания, ночлег, вот если сейчас холодное очень время года, вы можете что-то предоставить? Ну, мы сотрудничаем с социальной гостиницей «Мостовая-15», по адресу «Мостовая-15». И, в общем-то, у нас есть договоренность, что мы людей, мы привозим туда. Вначале мы проводим через флюорографическое обследование, потому что у нас тоже соглашение с противотуберкулезным диспансером имени Постникова. Мы приезжаем, привозим на флюорографическое обследование этих людей, передеваем их, конечно, предварительно, вот, чтобы они в таком, ну, в нормальном, достойном виде могли в больницу хотя бы появиться. И можем направлять вот в социальную гостиницу. Кстати, вот тоже очень открыто для сотрудничества, и могу тоже телефон назвать гостиницей 303-20-44, если у вас проблемы там с бездомностью или просто отстали, может быть, от поезда. У нас еще есть пункт кормления на Неверова 39А, это железнодорожный вокзал, это там, где вот рука в железнодорожный вокзал спускается и выходит вот на этот адрес. И могут не только бездомные, но бывает, что человек, допустим, от поезда отстал, он может прийти покушать в это место. Да. Следующий вопрос от Елены Семеновны. У нас очень много пенсионеров малоимущих. Они смогут рассчитывать на ваше питание горячее? Пенсионеры малоимущие нет. Мы очень бы хотели помочь, но мы, к сожалению, необъятные не можем объять. И эта помощь, она именно рассчитана вот на такую категорию граждан, которые оказались в критической жизненной ситуации. Не просто сложной, а в критической. Но, опять же, такие люди, они могут быть и пенсионерами. Но в таком случае им нужно обратиться в ТОС на свой участок. Это Кировский на сегодняшний день железнодорожный район. И вот ведутся у нас еще переговоры с промышленным районом, потому что мы в районе станции метро Юнгородок тоже хотим организовать этот пункт горячего питания. Там очень много таких людей нуждающихся. Ну вот сейчас такое вот время сложное, да, из экономической. Вот не зря такой вопрос поступил от малоимущих пенсионеров. Потому что время такое, да, что вот, опять же, вот кажется, что таких людей, вот, подошедших к этой черте, станет больше. Ну, по каким-то ощущениям. Вы планируете как-то тоже расширяться, в свою очередь, чтобы оказать большую помощь, если будет больше вот таких нуждающихся? И что будете для этого делать? Можете про свой опыт участия вот в проекте на получение гранта рассказать? То есть как вы до этого додумались, почему приняли участие и что получили, собственно? Что дает этот грант? Ну, этот грант, он, во-первых, дает очень хорошую материальную поддержку на реализацию вот тех вот идей, тех проектов, которыми мы занимаемся. И дает возможность оказать помощь, конечно, большему количеству людей, больше людей охватить вот с помощью вот этого гранта. А это федерального значения? Это, да, федеральный, это президентский грант, это организация гражданское достоинство, и мы тоже вот хочу поблагодарить. И вы победили, да? Мы победили, да. А что у вас был за проект? Вот даже интересно, как можно победить? Ну, этот проект называется «Право на жизнь». Так. Вот это, в общем-то, мы описали в этом проекте все, чем мы занимаемся. Мы обозначили пункты, да, какого-то развития цели, и, в общем-то, все это расписали, посчитали. Ну, мы не с первого раза выиграли, мы подавали несколько раз заявку. И вот после того, как у нас наши менеджеры получили, прошли курс повышения квалификации, тоже проводили администрации области на базе нашего института «Мир», в общем-то, они стали такими грамотными, они учли все ошибки, вот написали этот проект. То есть бояться не нужно общественным организациям, нужно вот набирать опыт и идти до конца. Да, ну, нас вот спрашивают, говорят, а как это вы так, много организаций подавали заявку, нет ли тут у вас какой-то коррупционной какой-то схемы, может быть, там как-то, ну, я могу сказать, что... Коррупционной схемы нет, потому что мы, в общем-то, это президентский грант, мне кажется, если было бы еще областной, ну, как бы мы далеко, в общем-то, от структур, как бы не очень тесно с ними общаемся. Мы подавали, да, мы напрямую подали, и мы благодарны, что оценили нашу работу и вот доверили нам реализацию этого проекта. Ну, и в следующих вы будете тоже планируете, наверное, участвовать? Мы планируем, потому что проект рассчитан на 9 месяцев, нам бы, конечно, не хотелось бы останавливаться через 9 месяцев, поэтому я вот пользуюсь случаем, я предлагаю, приглашаю благотворителей, которые смогли бы поучаствовать в дальнейшей реализации продолжения этого проекта. А как они смогут поучаствовать? Кого вы конкретно приглашаете? Ну, мы приглашаем людей, которые могут предоставить временное место жительства для этих людей. Может быть, у кого-то есть квартиры, дома в деревне заброшенные, в которые мы могли бы этих людей поместить. Мы приглашаем людей, которые могли бы пожертвовать продукты питания, могли бы пожертвовать вещи, ну, и как-то поучаствовать в качестве добровольцев, может быть, в каких-то проектах. Понятно. Ну вот вы общаетесь с этими людьми, и вот такое впечатление, что вот им самим очень сложно выйти уже из этого статуса, который они приобрели, вот живя на улице, да? Вот какие у вас есть методы и способы вырвать их оттуда? Потому что накормить и дать ночлег – это такая физиологическая поддержка какая-то, чтобы просто человек там жил и не мерз, питался. А вот еще что нужно сделать, чтобы вернуть ему действительно социальный статус, то, что он потерял? Может, семью, на работу? Даже звучит как-то нереально, что можно семью создать, снова устроиться на работу. И насколько это реально вообще на вашей практике? Ну вот в этом году мы сыграли две свадьбы у наших воспитанников, которые… О, так вы называете хорошо воспитанники. Да, через наши, в общем-то, руки мы оказали им помощь. И пары такие смешанные. В одной паре мужчина был бездомный, а женщина была зависима от алкоголизма, но такая достаточно успешная, стоявшаяся женщина. А в другой паре там муж, он зависимый, там женщина оказалась в такой ситуации. То есть можно, реально можно создать семью. Да, можно, создаются семьи, люди проходят. У нас есть такой девиз, знаете, в организации, который мы прописываем везде. Мы помогаем тем, кто хочет жить. То есть если человек хочет жить, и он оказался в такой ситуации, и он видит реально, что есть выход, и кто-то ему протягивает руку помощи, то такой человек, он возьмется за руку и примет. А как же вот… Ну, самая главная проблема – это нет жилья, да? А как жилье-то? Вот самое главное – эту проблему-то решить. Вот в чем весь ужас-то? Потому что это нормально, это вот с достатком люди никак не могут решить, да? А вот в таких ситуациях. Потому что пока не решишь эту проблему, человек так и будет бездомным. Вот. Ну, если возможно восстановить утраченные права на жилье, то мы, конечно, помогаем, юридическую какую-то помощь оказываем. И у нас есть, в общем-то, примеры, когда люди восстанавливали утраченные права на свое жилье, получали свои квартиры, комнаты, они возвращали. А вот что это за ситуация из вашей практики? Какие случаи, которые приводят к тому, что человек теряет свой дом, жилье? Как это происходит? Никто ни от чего не застрахован, но просто вот что происходит в большинстве случаев? Ну, зачастую ниточки тянутся еще с конца 90-х годов, когда вот эти были у нас бандитские времена, когда были черные риэлторы, массовое такое явление, и людей оставляли без квартиры. Ну, какое-то время они работали, держались на плаву, зачастую отчаиваются люди, начинают употреблять алкоголь. А алкоголь, употребление алкоголя, конечно, не способствует тому, чтобы человек, он жил нормально, и рано или поздно, в общем-то, приводит вот к такому явлению. Зачитаю, следующее сообщение от Князева Юрия Федоровича. Я благодарю ваш фонд, потому что был его посетителем, после чего... А, да, это вот Князев Юрий Федорович сообщает, что его определили в Дом престарелых, и большое вам спасибо. А, вот это вот Ольга Попова сообщает о Князеве Юрия Федоровича. Вы его помните? Ой, наверное, нет, не помню сейчас. Такой случай в любом случае есть, и вот, наверное, приятно. Очень приятно слышать, что кому-то мы смогли еще помочь. Данна Вячеславовна, вот вы сказали, такая цепочка, да, вот, значит, жилье, риэлторы черные, алкоголь и так далее. Вот зависимость от алкоголя и, может быть, наркозависимости, вы тоже можете помочь людям из этого состояния выйти? Ведь это же очень сложно, и практически, как говорят бывших наркоманов, не бывает. А вы претендуете на то и говорите, что ваш фонд может помочь в избавлении от алкогольной и наркозависимости. Ну, вообще, теория о том, что бывших наркоманов не бывает, она, в общем-то, теорией так и остается недоказанной. Потому что нет ни одной серьезной научной работы, которая подтверждала бы эту теорию экспериментальной. Ну, теория о том, что бывшие наркоманы есть, она тоже научно не подтверждена. Но я вижу очень много таких людей, которые действительно расстались с проблемой зависимости от наркотиков, от алкоголя. И у них длительный достаточно срок ремиссии. У кого-то уже больше 10 лет, больше 15 лет. И живут нормальной жизнью, создают семьи. Ну, вот ваш фонд в каком качестве, вот в этих ситуациях? Как вы можете помочь? Вот избавиться от алкогольной, давайте, возьму зависимость. В этом проекте мы сейчас выступаем как посредники между организациями, которые оказывают помощь в реабилитации зависимости. То есть не вы сами, не ваши специалисты? Нет, но мы тоже работаем. У нас есть там профилактические какие-то программы, мероприятия, когда люди смотрят со слайдами, с фильмами, они приходят к нам. Потому что, в общем-то, проблема зависимости, особенно алкогольной зависимости, у нас сопутствующая бездомность. И поэтому, конечно, вот такие программы мы проводим. И кто-то, кто-то на самом деле просто без всякой кодировки, просто человек, он оставляет. И что-то у него там включается, какой-то механизм, ему хочется жить, ему хочется выходить на какой-то другой уровень. А как вот бороться с другим механизмом иждивенчества, который тоже включается? Вот человек опускает руки и ждет, когда его там накормят, что-то ему подадут, где-то он там переспит. Вот это как перебороть? Вот вы как можете? Какие у вас есть аргументы для него, чтобы вот он вырывался? Вам же такую психологическую помощь тоже нужно оказывать, потому что это самое главное, когда стержень появляется. Ну, как правило, человека или приучили к такому иждивенческому образу жизни, ну, где-то приучили, может быть, приучили его в детском доме. Потому что у нас очень много таких ребят, которые выходцы из детского дома, либо, допустим, в колониях они находятся и не работают. Сейчас же у нас есть право работать, право не работать. Им пользуются осужденные. И выходят, и дальше продолжают. Либо их приучили, либо у человека низкая самооценка, и поэтому ему вообще сложно реализовываться. И с этим нужно работать? Вы сначала разбираетесь? Ну, если, допустим, его приучили, соответственно, его нужно отучить. У нас обязательно, они ведут сами, у нас нет там никаких поваров, норовоучителей. Да, то есть люди, мы просто им помогаем, в общем-то, привыкнуть к нормальному образу жизни. Просто привыкнуть к нему. А вот этот вот процесс привыкания к нормальному образу жизни, он сколько длится? Понятно, что в каждом индивидуальном случае по-разному, но вот в целом, сколько вот нужно во времени преодолеть времени человеку, через который он к нормальной жизни вернется? Ну, я думаю, что не меньше года. Не меньше года. Все-таки нужно на это рассчитывать. Скажите, пожалуйста, почему лично вы занялись вот таким делом, благотворительностью? Вот, потому что, ну, как бы не каждый приходит, да, в такую сферу. Это нужно что-то иметь, чтобы тебя туда подтолкнуло? Ну, я думаю, складывались просто так обстоятельства. Я не планировала, когда была маленькая, что я вырасту и буду директором благотворительного фонда, который будет заниматься бомжами. Ну, я маленькая хотела стать врачом или артисткой. А-а-а, даже так. Вот. Ну, в общем-то, стал психологом, потому что я думаю, что где-то это, в общем-то, между врачом и артистом. И я, ну, как-то всегда у меня особо сердце было расположено. Еще даже с детства, я помню, еще маленькая у нас хлебный магазин был рядом с домом, и там бабушка стояла, такая нищая, которая просила милостыню. И я всегда бегала домой, просила у родителей денег на мороженое, и всегда приносила, и отдавала. И мне так ее было жалко, и я всегда понимала, что это какое-то унижение для человека, вот, находиться в таком состоянии. И для меня было как-то даже вот унизительно, там, там, 10 копеек дать. Я там беру, говорю, мам, мне рубль нужно, вот рубль, дай мне рубль. Я приходила, отдавала ей. Ну, психологическое образование помогает вам сегодня в работе. И получается, что это ваша основная работа, основной вид деятельности сейчас уже. Да, основной вид деятельности, да. Да, интересно. И вот все-таки, чтобы определиться, чтобы люди знали конкретно, чем вам можно помочь, где вы находитесь, кого вы ждете, какую помощь, я предлагаю вам еще раз про это рассказать. Потому что, конечно, вы, как вы говорите, у вас немного сотрудников, вы без поддержки такой вот общей, наверное, мало что сделаете. У нас есть группа ВКонтакте, благотворительный фонд «Перспектива». У нас есть сайт, русскими буквами фонд «Перспектива.РФ». Можно позвонить по телефону 271-2199. И у нас прийти в наш офис по адресу Танкозаводская, улица, дом 46. А вот кто вас, городские власти, быть может, вас поддерживают? Потому что, по большому счету, это проблема и задача властей, да, вот работа со социально незащищенной категорией населения и так далее. Или вот со службами, которые специально занимаются этими людьми, вы как-то сотрудничаете или нет? Или вы действительно на общественных началах и сами по себе? Нас поддерживает городская администрация, ну, города Самары. Нас поддерживает администрация железнодорожного района. Вы так уже конкретно с района, да? Да, администрация Кировского района. И у нас, в общем-то, у нас организовывается работа с руководителями ТОС. В общем-то, она вначале так, но я думаю, что будет она плодотворной. И скажите, какое для вас на сегодня... А, вот я сейчас забыла. У нас общественная наблюдательная комиссия по контролю за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания. Это организация, которая, в общем-то, тоже заинтересована, чтобы права людей, освобождающиеся из мест лишения свободы, они тоже были реализованы. И чтобы те, у кого нет жилья, их очень много, они тоже смогли обратиться к нам и получить такую помощь. Проблемная, действительно, категория людей. И последний вопрос. Какое жизненное правило сегодня, на сегодняшний день, является для вас таким самым главным, которому вы следуете в вашей работе, ну и в жизни? Вот чего вы придерживаетесь, каких правил? Жизненное правило? Ну, на самом деле, таких правил очень много. И я бы не сказала, наверное, нет ни одного человека, который нарисовал бы для себя, обрисовал бы какие-то принципы. И четко им всегда следовал, не нарушая их. Поэтому, в общем-то, у меня есть определенная, да, ну как бы система ценностей, которые я стараюсь следовать, не нарушать. Но одна из них, это, конечно, ну, доброта. Это мне хочется больше доброго делать, мне хочется самой быть добрее. Ну, спасибо вам за вашу доброту и за то, что вы пришли к нам в эфир, рассказали о своей работе, которая очень важна для нас всех. Спасибо вам за внимание и активность. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова